У нас очень многие люди путают характер и дурь. Ты дурак, девичьи сошли. Когда человек ведет себя как дурак, стойко, да, вот характер, ну это не характер, ты идиот. Характер это то, что нам демонстрируют в человеке плоды его борьбы, борьбы с самим собой, это слово. Плоды достижений, связанных с самосовершенством, с устранением у себя зависимости от ущербности. И этим мы обязаны стругацким. Именно стругацкий центральным своим качеством в человеке считает характер. То есть, если вы не стругацкий, вы так и не поняли. Во что можно преобразовать ущербность? Они в эпиграфе к пикнику на обучение написали, вы должны сделать добро из зла, да, потому что его больше не ищего сделать. В человеке больше не ищего сделать добро. Только из зла. А зло не является что? Ущербным, да? То есть, по сути своей, когда вы преобразовываете в себе зло в добро, вы становитесь ущербным. Вы сразу становитесь ущербным. А в чем отношение к этому всего имеет характер? Это преобразование зла не в добро. А в некую другую субстанцию, которая называется характером. То есть, человек пытается всю жизнь сделать из добра, из зла добро. А стругацкие говорят, это путь в никуда. Нельзя из зла сделать добро, вы станете ущербным. Все, что у вас есть доброго, делает вас ущербным. Что такое добро? Это покалеченное зло. Вот если взять крайние точки, да, это попытка найти середину плавающую, которая как бы что не находится. Вся жизнь человеческая и ее лингвистика построена по принципу смягчения акцентов. То есть, не дурак, а человек с альтернативным мышлением, да? Толерантность, центральная форма общества. Все говорят, это не толерантно. Не толерантно. Олег Федорович, вы религовед, вы не имеете права высказываться относительно религии в пользу какой-то религии. Я говорю, я не высказываюсь ни в пользу одной религии. Я их одинаково считаю ни в чем. Все. Я считаю, что все религии ни в чем. Я не высказываюсь конкретно. У каждой религии это то, что делает в высшей степени человека ущербность. Потому что религиозность равно ущербность. То есть, по сути своей ученой, он не должен быть атеистом. Но он и должен быть дураком. То есть, религия в виде науки, она допускает существование Бога. И на математическом, и на физическом плане. Просто мы находимся в процессе исследования. Всего лишь нам все. Мы просто находимся в процессе исследования. Все допускают, что наука современная, она огромного количества вещей не знает. И поэтому она исследует это. В том темп, в который она может. Но это научные методы исследования. А не церковные. Потому что церковность говорит, что исследовать что? Ничего не нужно. Все давно исследовано. И по любым обыдкам исследования, это что? Богохульство. Мы и так все знаем. Зачем вы приходите сюда, мы вам все расскажем. Не надо. Спасибо. Разберемся без вас. Так вот, религиозность равно ущербность. Религиозность это один из главных факторов ущербности человека. То есть, характер это преобразованная ущербность. А во что она преобразована? Как раз в акты творим. В способность творить. В способность создавать. То есть, характер у человека. Помните анатомию индивидуальности? Он строится из победы над собой. Победы один на один. Победы против группы. И так далее и тому подобное. Победы против системы. И прочее. То есть, как бы, это путь поступков. Характер позволяет совершать поступки. Победы. Помните. В далекую рагу. Это тщедушный человек. Он не собирался жить. Победы. Этому пилоту. Берешь девушку мою. Садишься во флайер. И летишь в город. А я здесь с этими детьми остаюсь умирать. И тут начинается истерика. Он говорит. А дети? Как же дети? Дети? Он говорит. В офлайер поместится 4 ребенка. А их здесь 10. Кто будет выбирать какие из 4? Кто будет выбирать какие из 4? Ну это интересно. Вот я готов умирить. Ты понял. Садись во флайер. Бери 4 детей и улетай. Мы умрем здесь. Нет. Так ты тоже не хочешь. Понятно. Тогда я беру свою девушку и улетаю. А вы тут остаетесь убирать. Девушка потом залупалась. Вы помните, да? От чего? От чего она потом залупалась? Он ей спас жизнь. Эта девушка. Он оказался не такой, да? Плохой. Почему? Она почувствовала себя открыто ущербной по сравнению с теми детьми, да? Ей не нравится быть ущербной. Открыто ущербной. Все люди хотят быть скрыто ущербной. А когда это открыто показали, что она ущербная, она залупилась. Она сказала, что ты плохой, да? А чего плохой? Он знает, что они не погибли? Да или нет? Знает. А чего научит? Кого? Но он уже двадцать раз от этой волны улетал. Он-то знает, прикольно. Скорость движения волны медленнее в скорости движения ближайших средств. Он это знает, потому что три раза это делал до этого. Планета круглая. Движение по кругу останавливает рано или поздно кинетическую энергию волны. Это даже руку понятно. Он знает, что они не умрут? Знает. Почему молчит? Он один из первых, кто узнал, что они не умрут. Он парень с характером, вы же видите. Непростой парень. Он парень с характером. Вы помните, как он тащил эти блоки со станции вниз? Он парень с характером. Чего молчит? Чего никому не говорит это? Чего руководство не должно? Мучаетесь. Вы помните, как вы ко мне относились? Все. Властное начальство, сильное. Ну, давайте. Сейчас посмотрим, как вы себя поведете в этой ситуации. Это же очень интересно. Просто интересно. Давайте. Покажите себя. Ну, вы же только что были такие руководители. Вы видели, как они ломались все, как спички один за одним. В этом-то весь и прикол, что он один из немногих, кто знает, что они не умрут. Все остальные думают, что умрут. Но он не говорит никому об этом. И он знает, что этот дурак пилот не согласится. Который даже не удосужился проверить самолет перед вылетом. И погубил детей. Он даже этого не удосужился сделать. И эта мамаша, пробравшаяся на корабль, во что бы то ни стало, чтобы остаться в живых, используя ребенка для этого. Помните. Да, он один, он без меня не выживет. Он не такой, он капризный, он без меня жить не может. Дети, это наше все? Помните. Как она оправдала необходимость жить ей. Да? Великолепно просто. Вспомните. Такие произведения, которые просто делают ущербными всех людей вокруг. Это невыносимо смотреть и в конце концов детей убивают. Вспомните. Туча. Угу. Вспомните гадкие лебеди. Дети умнее родителей, которые изображают их неущербность. Да? Вспомните разговор Банева с этим классом. Угу. Ваше определение не функциональное. То есть дети, перед которыми нет авторитета взрослых, дети, которые умнее взрослых. Все взрослые чувствуют себя крайне обнаженно ущербными перед такими детьми. И это вызывает что? Такой ужас, что этих детей решают что? Уничтожить. Напомните, смотрите внимание на две параллели. Оставить детей с летчиком и сознательно уничтожить детей. Это очень любопытно. Это очень любопытно. Точный любопытно. То есть общество решает уничтожить мокрецов вместе с детьми. Когда дети становятся на защиту мокрецов, да, они говорят, что «О, и этих туда же». Почему? Ну, потому что они не люди, они не ущербны. Люди должны быть ущербны, это главная характеристика человека, ущербность главная характеристика человека. Если вы не ущербен, вы не человек, они люди опасны для общества.